Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие гитаристы! Сегодня я бы хотел рассмотреть очень такую интересную проблематику. Это обычно, даже у старших бывает, когда им тяжело разобраться в голосах. Мы же играем одной гитарой, да? Но на самом деле это звучит как бы оркестр. Нужно баланс расставить. Когда у нас есть мелодия, потом какая-то гармония, да? И при этом еще есть какой-то бас. Очень важно понимать, что где у нас мелодическая линия идет длинная, да? Потом появляется какая-то гармония. Много раз я видел у студентов, даже у старших, у младших, что они не разбирают очень... Они мыслят, как будто это все один голос. Они видят гитарную партию, это как будто один голос. Важно им объяснить, что посмотри в нотах. Но в ноты еще нужно посмотреть не только горизонтально, да? Но мы еще и вертикально должны посмотреть, как я там гармонии, как расположенные, как расположенные голоса. И когда ребенок это начинает понимать, он будет мыслить как бы оркестрово. А, тут у меня играет бас, тут у меня играет какой-нибудь гармонический инструмент, а тут у меня играет, например, какой-то мелодический инструмент, например, скрипка или флейта. Это очень хорошо, когда мы детям объясняем, потому что у них расширяется этот кругозор. И они начинают мыслить музыкально. И даже если они играют упражнения, я очень люблю вот это, когда они играют упражнения, они мыслят, как будто они играют какое-то произведение большое, музыкальное произведение. Ну и, собственно говоря, чтобы это очень важно в правой руке этот баланс расставить, потому что мы пальцами регулируем, которую ноту из них громче сыграть, которую из них тише сыграть, да? И плюс к тому еще, которую из них оставляем барре, чтобы она длиннее прозвучала, а потом позже тише ставим сюда. То есть очень комплексно это все. Ну, для начала я всегда советую, чтобы ученики могли себе расставить этот такой баланс. С правой рукой мы всегда работаем следующим образом. Тут берем до-мажорный аккорд и играем простой арпеджио. И это простое арпеджио мы играем так, что четыре раза выделяем, пэ, потом четыре раза и, и так далее. Слушаю. Это очень хорошо получается даже у младших детей. А у старшины можно еще поработать, вот когда это все вместе. Мы играем вместе аккорд, но при этом выделяем каждый раз четыре раза другой из звуков. Слушаем. Да, это не легкое упражнение, но если потренироваться, тогда очень хорошо можно расставить баланс пальцев правой руки. Надеюсь, вам это помогло. Желаю вам удачи.